Запущу-ка запись на компьютер. Главное, главное не забыть её выключить потом. Ну, мы берём, очевидно, мага. У нас ещё так много денег остаётся. Ух ты ж. Не думаю, что сетэк это очень клёво. Я думаю, что мы возьмём взятку. Ой. Взятку. Девушку Бладвайзер. Наверное, ещё Девушку Бладвайзер. Нормально, поехали. Нет, я понимаю, что 20 баксов в современной России это невероятная сумма, но... Стоило ли спорить и так шквариться? Это при том, что я ещё особо не поднимал. У меня есть идейка, что когда пройдёт год, надо зайти на форум Рубубээл и поднять там эту тему как Красный День Календаря. Я знаю, что обещанного три года ждут. Ну, не то чтобы всё очень здорово, но... Во-первых, мы играем против команды, у которой 11 игроков и стоимость на 400 тысяч дороже. Это значит, что команда оппонента... Очень-очень качественная. Удача мне вообще, я бы сказал, невероятно понадобится, потому что... Ну, как бы... Ну, здесь очень тяжело что-то сделать. Я бы так это описал. Вот в этом матче я не знаю, что должно мне помочь прийти к Саксессу, потому что команда оппонента... У меня нету гордов по вполне очевидным причинам. У оппонента куча гордов, куча бладжа, две мумии шестисильных. Я, честно говоря, не очень понимаю, что мне против этого делать. Привет, Ситар. У меня просто, кроме одной замены, никаких плюсов-то и нету. Ну и индусментов на 400 тысяч, прости господи. По мне, так это какой-то очень тоскливый набор. Вот. Набор, не вызывающий у меня ощущение, что я... Что-то могу сделать с этим. Вот. Вот. Ощущение, скорее, что меня будут... Прости господи, насиловать кочергой на протяжении какого-то дико запредельного количества времени. Ну, вот так вот. Три мува. Здесь четыре мува. Но тут брейктакл. Не, ну я... Какая странная игра. Меня просто будут уничтожать. Всё, что я могу сделать в этой ситуации, всё, что я могу сделать в этой ситуации, постараться предпринять такие ходы, которые позволят сделать моё уничтожение не таким явным. Вот. Не таким явным. У меня как бы есть взятка и маг, и я... Я не знаю, как играет GED. Я просто знаю, что это очень плохой матчап для меня. Но... Удача, конечно, сразу повернулась ко мне тем самым, прости господи, знаменитым местом. Ну, ладно. Ну, окей. Это... Это не самый плохой размен, который мог состояться в этой... Прости господи, ситуации. Вот. Правда, теперь мне надо проделать довольно сложный фортель. Да. Теперь мне действительно надо проделать довольно серьёзный фортель. Мне, конечно, хочется с пяткой фалить. В этом глубинная проблема. Сейчас, ребятки. Надо подумать. ГФИ делать ради такого, ну, как бы не особо хочется. Бить в 1Д до подбора мяча тоже, в общем, удовольствия мало. Удар в 1Д с этим. Так, ладно. Давайте... Давайте не выпендриваться. Сыграем аккуратно. Я, конечно, блиц не делаю, как... Как молодец. Спасибо за подбор со второго раза. Жаль, жаль. Ничего не получилось из того, что было задумано. Ну, правда, ладно. Одно рандомное выбивание было прикольное. Но камень с трибун слегка это нивелирует. Я имею в виду, что потеря одной из двух полезных гулей просто с камня с трибун, это... Это неприятно. Вот. Ну, да ладно. Обидно, что фолы я нормально не поделал. Я бы так рано не продавал бы. Ну, я нагловато играю. Это я понимаю. Ну, посмотрим. То есть он может сделать сейчас блиц в три куба в фолилу. Вот. Но мне скорее важно не потерять Рейвена и не потерять мумий. Вот. Поэтому как бы... Не сказать, что я дико надеялся на успех сейчас. В общем, сложная ситуация. Вот я... Мне рэндома будет жалко, потому что у него уж больно полезные навыки, я бы сказал. Я, честно говоря, не понял, зачем был этот блиц. Но как бы... Ладно. А почему ты не... Я не понял. Ладно, я... Я бы иначе сыграл бы. Я видел как минимум несколько более удачных идей. Ну, ну, ладно. Странно. Странно. Не хватает СФа вот этому дядьке, конечно. Будет странный матч, но странновато, я не спорю. Ну, я давно не играл сам в Blood Bowl, поэтому... От меня ожидать каких-то сверхновых интересных решений, я думаю, не стоит. Но то, что местами делает GED, пока да. Пока как бы... Как-то как-то как там... Как там раньше шутили, да? Насчет у меня встал вопрос. Вот у меня там местами... Местами встает вопрос. Я просто немножко не понимаю как бы... Такой вещи, типа, а в чем план? Вот я смотрю и пытаюсь понять, в чем план. Привет, Перчик. Ой, ребята, вы можете, кстати, зайти сейчас под стрим и посмотреть там на мой инновационный, абсолютно инновационный дизайн плашек для стрима. Вот. Здравствуй, Рашпель. Инновационный дизайн, который я сделал. Вот так вот. Даже не в пейнте. Хотя так и не скажешь, конечно. Конечно. Ну, ладно. Плохие кубы. Здесь у нас удар пока поганый. Как шестая сила вымораживает, конечно. Как же оно все вымораживает. Бить в один дек, конечно, не особо охота, но, видимо, реролл. Да ну, серьезно. Один-два. Ну, окей. Один-один кинул на додж. Прикольно. Ну, бывает, что сказать. Просто я кинул один-один. С другой стороны, я должен понимать, что в этом матче меня будут уничтожать. Обидно, что просто минус игрок с камня с трибун, плохо разбитый лосс. Теперь вот еще один-один на додже. Вполне очевидным и читаемым. Ну, это как бы... Это грустно, да. Это не... У оппонента отличный пробой идет. Ну, как-то... Как-то... Как-то тоскливо, да. Ну, Ситара, какое давление? Если ты кидаешь один-один, тут уже не важно, какое давление. Вот. Если ты не делаешь удары, а как бы... Да, неудобно. Ну, когда разница... Понимаешь, многогрыз? Я не знаю ни одного матчапа, ни одного матчапа, в котором удобно было бы играть, когда ты проигрываешь 400 тысяч... 400 тысяч ТВ. Вот я не знаю ни одного матчапа, где разница в 400 тысяч ТВ кажется какой-либо адекватной. Может, я, конечно, не разбираюсь? Ну, Ситара, для того, чтобы это сделать, не надо обладать сверхкачествами. Я имею в виду, что у оппонента команда дороже моей на 400 тысяч. Вот. А у меня львиная часть это просто игроки, которые получены с... с этого... Как называется-то? Сейчас я вспомню название. Ну, короче, у меня очень много ТВ в игроках, которые не несут практически пользы. Хафлинги Хаус. Смешная шутка. Ну, просто я сейчас играю абсолютно очевидный боевой матчап, и как бы абсолютно очевидно мне сейчас будут давать в щи. Прямо каждую свободную секунду. Это немножко тоскливо. Вот. Ну, с другой стороны, конечно, на мой взгляд, JD отыграл немножко как бы коряво. Вот. Ну, в смысле, он просто продолжает играть очень коряво каждый божий ход. Я не знаю почему. Вот. Ну, это мы поднимаем, очевидно. Ну, отвратительные кубы. Окей. Просто тут вся команда обмазана чем-то очень сильно напоминающим блодж. Как бы играть против команды, которая обмазана блоджом вот настолько. Это как бы ну, ладно. В идеале надо найти 5-6. Ну, опять 1-1, что ли? Ну, спасибо. Спасибо и на этом. Вот. Спасибо и на этом. Так. У меня остался удар в 1-д, который мне не очень нравится. Здесь я бить, в общем говоря, не особо хочу. Ну, вообще, видимо, похоже, пора грязнить. Вот. Тут как бы вариант. Что-то я очень много единиц кидаю. Очень много единиц. Ну, не знаю. С учетом того, что я провалил там один ход кинов 1-1 на дадже практически сразу. А вот. Тут как бы, видимо, эльфийская игра это не мое. Просто не люблю настолько неравные матчапы. Вот. Играют люди свои 20 сезонов в Саламандрах. Вот. Не вылезая выше. А всякие топовые игроки, типа, меня должны потом от этого страдать. Обидно. Обидно. Если бы я просто вот говорю, если бы я просто хотя бы поменьше кидал единиц, я просто очень много кидаю единицы. Если кидать так часто единицы, то играть реально трудно. Вот. А я уже кинул дубль единиц как-то вот за себя и за того парня. Вот. Ну, на Гагрэс тут просто партия такая, где меня насилуют. Тут как бы это до матча было абсолютно очевидно, что мне будут вставлять пистон каждую свободную секунду. У оппонента команда в тысячу раз сильнее, идеально заточена под меня. Поэтому как бы тоскливо, тоскливо. Единственное, на что я могу рассчитывать, что я ничего не потеряю. Ну, вот. GD, кстати, в них упало не варился. Я догадываю... Понимаешь, мне тяжело представить, как с такой командой можно упасть из полусредних. По-моему, с таким набором статапов даже к химряме, ну, как-то... Ну, только в очень эльфийском дивизионе можно погрустить. Вот. В очень эльфийском дивизионе. Ну, у меня Ситар как-то... Я пока не вижу, чтобы у меня были возможности для результата. Вот. Я, конечно, работаю над этим. И даже вот местами, видимо, что-то прокает. Вот. Но... все как-то... А еще у меня сейчас есть интересный план. Сейчас, ребятки, я немножко думаю. Так, ладно, это мы поднимем, хоть мне не хочется подставлять. Я думаю, просто как мне одновременно пофалить клевую мумию. Какие праздники? Все рабочие дня, Ичурсин. Никаких праздников. Продолжение следует... Ну... Ну так и все кубы, конечно, да, и все кубы. Ладно. Допустим, ладно, это говно надо поднимать. Тут понятно. Делать вот этот удар. Вставать сюда. И все плохо. Да, ладно. Сейчас я думаю. Можно, кстати, ударить типа сюда, потому что этот удар типа более простой. Потом просто оставить этого парня туда, закрыть дорожку здесь. Надо помнить старую народную мудрость, что к Хемри они не очень умеют крутиться и вертеться. но этот нокаут не то чтобы что-то значить. Это просто приятный типа бонус. Да, тут как-то тоскливо. Ладно. Мастеровитые 1D кубы, ребята. Ну, мы прокачали зомбика. Окей. Спасибо, игра. Теперь будет еще вторая. Вторая пятка приехала. Ух! Окей, ладно, стоим. Это очень важный нокаут. Ну, скажем так, важный, конечно, но не сказать, что вот супер-мега что-то невероятное. Но если не встанет, будет здорово. Так. Не, ну, команда команда JD крутая. Без вопросов. Ну, айчурсин, у меня сначала были очень плохие 1D броски, и тут наконец-то пришло парочку ну, терпимых 1D бросков. Он открывает путь для даджа. По крайней мере, есть такое ощущение. Похоже на то, что он открывает путь для даджа. Да. Ну, в силовой борьбе, кстати, действительно, без шуток, настоящая дэм. Силовая борьба для команды JD это, ну, что-то на уровне небесной маны. Вот. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так прям красиво задумал. Без вопросов. Только, как-то немножко мува не хватает. Но концепт прикольный. Я чуть не сразу понял. Какой паршивый и неприятный удар в 1D. Дорогой ты мой покемон. Зачем ты это сделал? Вот это было неприятно прям. Ладно. Был бы срыв отбора, но, кстати, я думаю, потом ему вполне есть смысл сделать блиц отбор. срыв отбора. Минус dodge. Отлично. Ну шо, ребятки. Ну, мы никуда не спешим. Даже можно в угол встать, в принципе. этот парень сон далеко не ходит, поэтому мы сделаем вот так вот. Ладно, здесь мы поднимем, хоть это и неприятно. вот это, ребята, приятно. Вот это, вот это, вот это, вот это прямо неожиданно. Спиритолог третий прямо, прям, ну, порадовал. Ладно, чё уж тут греха таить. Спиритолог третий действительно сейчас показал, что, как говорил Обама, yes we can. Вот. Ну и мне так хочется задоджить, ну, наверное, в этом мало смысла. Лучше как бы синица в руках, чем журавль в заднице. Негла была там, да? Ладно, стоим. Чё, реально негла была? Я даже не обратил внимания. Ой, да, негла. Это неприятная травма для... Ну, это реально топовый игрок, ребята. То есть, это силовой, блочный, безумный парень еще со срывом отбора. Ему не хватает только, прости господи, какого-нибудь стендферма. Вот. Это было неожиданно. Вот. Наконец-то третий спиритолог смог по-геройствовать, назовем это так. Долго ждали, пока спиритолог не что-то работать. Не, ну я понимаю, Ситар, я с тобой согласен. Но это в любом случае просто действительно неприятно. Это как бы такой, как бы неприятный, неприятный момент. Но вот когда у JD все стало плохо, мне показалось, что он стал играть лучше. По крайней мере, у меня такая мысль. Может, я, конечно, не прав, но мне так кажется, что как только у JD все стало чуть-чуть тоскливо, он вроде как-то вот заиграл. Заиграл. Ну, блин, сейчас только мне JD дает халявы. Ну, условной халявы, конечно, стоит сказать. еще, ребятки, я тут немножко думаю на тему своей прости, господи, жадности. почти идеально. Вот это почти идеально. вот, ну, это приятный нокаут. видел трейлер Соника? Видел, ржал как лось, честно говоря. Ну, к сожалению, минус взятка. Ну, спасибо, что принял взятку. И то хлеб. Да, мумия уже как бы, ну, то, что я в идеале буду, по минимуму, буду уже играть всего лишь с минус одной мумии, меня это уже дико радует. Над нелепостью, ну, просто Соник получился, на мой взгляд, совсем не очень. Я как-то такой, типа, какой дерзкий Сталинк. Ну, скажем так, меня сначала унижали, а потом я из ниоткуда получил все-таки численное преимущество. И как бы грехом не пользоваться. Потому что я сейчас довольно легко вернусь назад и как бы наваляю. а вот. С учетом того, что оппонент еще как бы вполне позволяет мне заняться выталкиванием его с поля, ну, конечно, это не совсем просто. Теперь стало попроще, конечно, ладно. может и занести можно было. Знаешь, Ситар, тут как бы оно-то, конечно, наверное, и так наводящее вопрос, как бы, вот ты смотри на эту ситуацию. Ты уверен, что оно надо? Вот я, я вообще не уверен, скажу честно. много немногих В Ну, к сожалению, подскок не сыграл. А жаль, я всерьез думал о фоле в этой ситуации. Сейчас, ребятки, надо подумать. Я, конечно, выталкиванием хочу заняться, но выталкивание, оно типа такое. Ну, не очень простое. Только сначала надо мумию передвинуть. Уроки прошлого мне подсказывают, что в таких ситуациях надо сначала двигать мумию. Чтобы её было тяжелее блицнуть, чтобы её не убили. А то я вот так поднимаю мумию где не попадя, а потом говорю. Эээ, у меня за сезон две мумии убили. Вот. И тоскливо как-то. Ну, мне кажется, Ситар, что сейчас как бы неплохая возможность для такого нечеловечески, прости господи, наглого Сталинга. Вот. Поэтому я им и занимаюсь. Я не спорю, что это сомнительное удовольствие. Но почему бы не пробовать? Изейшая ловля на ГФИ. Вот. Ну, это, по-моему, Реген, да? Или нет? Нет, не Реген. Лол. Та идеально. Окей. Ну, это бинго. Ну, как бы двоечку выбираем. Вот это было нагловато, но ладно. Жалко, что теперь нету взятки. Сейчас бы я бы со взяткой тут прям устроил бы джихад. Ладно. Дальше не рискуем. Дальше забиваем. Не, сносить выталкиванием. Выталкиванием. Скажем так. Если бы я не нашел шестерку, я бы заносил выталкиванием. Но так как я нашел шестерку, то переживем без выталкивания. Ты бы фалил на последний ход со взяткой? Да, Ситар. Стыдно признать, но я бы фалил бы на последний ход со взяткой. Вот такой я человек. Вот. Я бы действительно фалил бы на последний ход. Так, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На одну клетку назад. Я понимаю, Ситар. Я понимаю. Но я вот такой товарищ. Я считаю, что... Если можно попробовать, то, говорится... Чему бы и нет. Вот чему бы и нет. Я до невозможности бываю цинищен. Ну, вот так вот. Ну, вроде меня все устраивает. Вот ты жадина. Да. Я действительно жадный. Песенка про мальчика Бобби, который очень любил деньги. Да. Не, ну, в принципе, если сейчас не встанет Мумия, то ситуация... И мы никого не потеряем на лосе. То ситуация на второй тайм с магом приятная. Здравствуй, Бобби. Честно говоря, я от этой игры ожидал полного абзаца. Что, в принципе, видно по названию стрима. Но теперь как-то... Как-то... Как-то рандомные пробои спасли мою пятую точку. Вот. Ну, я, Рашпель, к сожалению, не настолько скилловый молодой человек. Я, конечно, понимаю, что это сила. Вот. Но я на такое пока не способен. Ну, полный абзац на сцене. Просто реплики перепутали. Да, да, есть такое. Я с тобой согласен. Просто когда я увидел команду JD, и увидел еще количество таклов в его команде, я такой... Посмотрел на это и подумал, да, игра будет короткой и тоскливой. Но в итоге как-то пока нормально. Что по Дудю его фильму о репрессиях скажешь? Для двух с лишним часового фильма по такой теме он снял и рассказал удивительно... Интересно и толково. Мое такое мнение. Ой, все встали. Блин, обидно. Ну, че сказать. Обидно, досадно. Ну, ладно. Хотели как лучше, получилось как всегда. Но теперь второй тайм будет, ну, непростой, скажем честно. Теперь второй тайм будет такой прям, ну... В поисках... В поисках удачи. Ну, реально. Стоим, ждем. Я так понял, возвращение к истокам. Я про описание под стримом. Ну, почти к истокам. Мне понравился гибридный вариант Бобби. Я буду пытаться его использовать. Вот так вот. Сегодня последний день вот всякого такого. А после этого я Бладбол, наверное, буду по выходным играть. Да, я не спорю, Ситар. Но я во многом начал делать эти бесплатные удары не только потому, что я убежал. А потому, что у меня очень хорошо прокнул пробой. А это как бы, ну, дело такое. То есть оппонент сейчас играет в минус три. Но это может очень быстро измениться. Что такое никотин? Ну, это временный эксперимент. Я не знаю, насколько он будет. Ничего не загадываю. Но в этом матче поперло. Стоит признать, в этом матче поперло очень сильно. Может быть, даже не заслуженно сильно. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Первые, правда, три хода были отвратительные. Но как-то после этого немножко выправились. Как ни странно, как ни странно, при довольно нейтральном ивенте получилось хорошо. Это нейтральный ивент. Кстати, можно было лучше разбить лосс, по-моему. Ну, ладно. Типа, надо было... Ну, ладно, ладно. Немножко странное разбитие лосса. Вот почему он не начал-то с этого удара? Ну, ладно. А, он хочет на мумию повесить. Он хочет сделать блиц в... Опа, травм, метанол. Ну, метанол отригенил. 4-6, 4-6. Я играю теперь в плюс 2. Окей. Я, правда, не уверен, что ему дико стоило идти в контакт к... К моей мумии. Потому что... Зачем? Получать халявную дычу? Ну, как бы, ладно. Меня немножко поламывает от идеи сейчас попробовать мага. Но, по-моему, еще рано. Это, может, жахнем? Обязательно жахнем. Весь мир в труху. Но потом. Ну, живи, рандом древнейший. Живи. Да, не живет рандом древнейший. Пропускает игру. Ну, прекрасно. Здорово. Мы играем уже в плюс 1. Ну, вот как-то... Вот как-то паритет и... И вернулся назад, ребята. Вот как-то паритет и вернулся. Бывает такое. Недолго... Недолго пришлось ждать. Прекрасно, что не умер. Ну, с учетом того, какая смертность у моих ребят, то да, конечно, действительно, это радостно. Радостно и удивительно. Сейчас, ребятки, тут сложный вопрос. Ну, ладно, надо начинать с более нужных ГФИ. Сайдстеппер наиболее важен на месте. Отлично. Нужно ли мне еще кидать ГФИ? Я не уверен. Это ГФИ надо делать. И даже реролить его надо будет. Ай, как угадал-то, а? Насчет надо будет реролить. Ну, надо, надо. Окей, остался ударчик напоследок. Довольно удачно. У него, конечно, так лист свободный остался. Все дела, я это понимаю, но это пока не страшно. Если что, я просто смогу быстро слить мага ради... Атакал не хотел прихватить? Нет, не хотел. Ну, в смысле, не вижу... Я мог разве что подвести еще вторую гулю. Но, как бы, так ли оно надо? Пусть покидает ГФИ. Привет, Лока. Прекрасное, кстати, описание. Лока очень, очень хорошо все сказал. Очень он плохо прикрыл мяч, да? Ну, просто я играю от мысли того, что у меня есть маг. И я не побоюсь его использовать. Вот, как бы... Ему надо кинуть 2 плюс, 2 плюс и найти 5-6, как бы. О, минус ГФИ, ребята. Ну, как бы, вот теперь, теперь очень... Очень похоже на быстрый второй гол. Очень похоже. Какая неожиданно приятная шестерка. Ну, не поставить ли мне песню о любви? ПУМ-ПУРУМ-ПУРУМ-ПУРУМ-ПУМ. Надо было блицевать рестлером. Ну, я же пытаюсь еще раскачаться, вот, в духе ацтекских богов фитнес-дрочинга. Поэтому, как бы... Ну, поставим, че. Не прошел удар в 1д. Ну, мы попробуем допинать его до стены Иерусалима. Ну, ладно, такси. Нормально получилось. Странно, кстати, что в Робобейл до сих пор не сделали ходы по 2 минуты. Неужели лобби отдам-то настолько сильно? Может, мага в гулю кинуть? Ситар, что это за деструктивное у тебя настроение? Я бы скорее сказал, может, мага потом кинуть в еще одного Стража Могил, который получше? Тоскливый матч следующий, правда, планируется. Потому что я, видимо, буду играть командой в 1200 ТВ такими темпами. Ой, как хорошо у него прошел Блиц. Молодец, молодец. Неприятненько. Мумию бы попробовать выкачать, спиритолога третьего. Ой, ребят, кажется, фолл дружбы сейчас будет. Я не уверен, но это фолл дружбы. Отлично. Куда пропала мумия, ну, как бы, она оказалась хрупкой. Вот, как бы, мумию же выбили сразу Блицом после начала Тайма. Вот, привет, спиритолог. Мумию выбили первым же Блицом с начала Тайма. Все, как бы. Я такой, ну ок. Тоскливо. Ладно, у нас еще остается один удар. Да, наверное, давайте нижаться. Я, как бы, чувствую, что нет смысла... Меня сейчас просто поколотили бы немножко, где мне не хотелось бы получать удары. Ну, наверное, так встанем. Нулевую гулю мне не сильно жалко. У нас еще маг остался. Оппонент играет в минус четыре. У нас фолл состав, только мумии нету. Нормально. Что-то я не вижу. Ну, Латонин... Первые три хода мне было хана. Потом у меня проснулось немножко пробоя. И стало уже не то, чтобы хана. Но я уже... Ну, у нас кровавый матч. У меня мумия пропустит следующую игру. А у него топовая мумия. Шестая сила, блок, безумие и срыв отбора получила неглу. Не то, чтобы это будет очень часто работать, но как бы травма неприятная, конечно. Ну, рерол тут не будет потрачен. Похоже, что он хочет сделать блиц в... Да. Блиц в гулю. Надо прокачать кого-то. Обожаю прокачку. Я даже не знаю, кого я могу прокачать сейчас. В могилу кого-то могу прокачать, видимо. Есть такое ощущение. Я качнул зомбю за эту игру. Неплохой результат. А зачем ты пошел в контакт к убиватору? Я, может, что-то не понимаю, но как бы... Зачем? Ну, прикрытие мяча опять ноль абсолютно. Вот. Вот. Возможно, он тоже любит прокачку. Ну, тут клуб любителей прокачки, видимо. Сейчас я хочу кое-что понять. Ну, так, если подумать... Хорошенько. То план очень простой. Немножко, конечно, специфический. Но... Ну, простой. Ну, к сожалению... К сожалению, немножко не прокатило. Ну, конечно, была идея блицовать там другим товарищам, но как-то вот... Ну, ладно. Не очень-то и хотелось. Ну, вот. Ну, не получилось, ладно Да, надо бы качать силового Вайта Но тогда он у меня занимался прикрытием И как бы не было возможности Так что, как получается, так и делаю Тем более, в этом матче, честно говоря Не думаю, что у меня Дикое количество выбора Я качаю то, что получится Ну, понимаешь, 4 плюс с реролом Это не такая уж дикая грязь Это скорее была игра к химрей Но только она не получилась Но это уже мелочи Ой, жалко, гулю Ладно, не жалко, молодец, хим, так? Ты моя лапочка Ну, в общем-то говоря, удар сюда Ага, так, ладно Удар сюда уже не очень простой Надо сюда толкать Серьезно? Ладно Не понял этой мысли, но Я, наверное, не очень догадливый О, ты собираешься гулю фалить? Какой вот Вот какой Джейди злой, ребята Вот вы заметили? Какой он злой Это просто чудовище какое-то Костяное Обидно, чё Единичка, ребята Ну Такое бывает Никто Никто не застрахован От единички Вот Даже Глубинные профессионалы Типа меня Скаттер неудачный Скаттер, конечно, неудачный Ну ладно Ах, какая жаль Ах, какая женщина Какая Женщина Мне б такую Ну да ладно Так Я вот что думаю Тварь я дрожащая Или всё-таки Право имею Я под этим имею ввиду Что у меня сейчас есть Ну Довольно Специфический ход Давайте попробуем Чё-чё я теряю В принципе Ничего не теряю Нормально В принципе Примерно Примерно так и было задумано Скажем честно Это был хитрый план Очень Тонкий расчёт Интеллектуальная игра До последнего Хода Лучший момент В сезоне Чтобы сбросить Один на мага Да Типа того Ну Спасибо Что Не пришлось Вмешиваться И Надеяться на то Что Маг кинет Чё-нибудь нормальное Я мага кидал Просто для того Чтобы проще было Всё сделать Маг правда Меня предал В очередной раз Но это не страшно В принципе Но у него есть Нормальное 2D в мяч Не сказать Что ультрапростые Но есть Там очень много Упирается в то Как у него пройдёт Удар в А Четырёхсильного Вайта Та не Ладно Та вру Не у него Не очень простые Кубы в мяч У него сложные Кубы в мяч Я забыл Что это Четырёхсильный Вайт Ты мой молодец Полезный Ну нулевую гулю Надо качать Калдерона я купил Прям перед этой игрой Хорошо Батя говорит Молодца Ну а догнать ему В принципе Некем будет Если я сейчас Убегу в закат То это 3-0 Без каких-то Глубоких проблем Ну много грязи Было В последнем ходу Больше чем Наверное Планировалось Мною изначально Один Рерол Один Ух ты Казаться и я Так умею В смысле Я в начале игры Накидал много Один-один А тут как-то вот Всё немножко Развернулось Ладно Не будем выпендриваться Пока Шо залетит То как бы Хорошо Шо не залетит То как бы Ладно Там блока нет Ой лол А я как-то Не обратил Внимания Ну я плохо Сыграл That's my fault Guys That's my fault Ладно Что-то я действительно Не заметил Что там нету Блока И удары не идут Ну ладно Ну я Я забыл Что там нету Блока Ребята Вот как бы И всё Это необходимый минимум Ну это просто Всё равно Ничего уже не решало Поэтому я так и сделал Жалко Что мумия Не пробилась Дать что ли Оппоненту Один ход Побить Моих этих Я имею ввиду Ну басов Ну я имею ввиду Поставить зомби На лос Как бы Один ходик И не париться Да Ну тварь я дрожащая Нет наверное Ну блин Серьёзно Ну бывает Ладно Вот мои единички Вернулись Под конец В начале И в конце Одни единички Сейчас меня поколотят За это Я думал Ну не кину же Я дубль единички Кинул Молодец Смешно Да как-то не очень С учётом того Что в следующий тур Играть без мумии У меня как-то Тоскливо Немножко Не люблю я Играть Андедами Такие силовые Матчапы Когда у меня Ни гордов Ни мб Ни мб Ни мб Ни мб Ни мб Ни мб Такие Такие матчи Сразу становятся Грустными Ну вот как Сегодня Сейчас даже У JD Есть способ Отбиться От третьего Меча Ну пока Не 3-0 Пока Пока Ногогрыз Даже не рядом С 3-0 Так что Ты как бы Это Преувеличиваешь Я сегодня Уже Ну вот Видишь Какие 3-0 Вот Вот Они И приехали 3-0 Что там написал Человек Спасибо Ну сейчас Сейчас мы Не поднимем И не это Ничего не сделаем Ходов Хороших Тут вроде бы Уже больше Нету Не забили Да Нормально Поздравляю Да Вами-то Анал Удачи Да Было бы С чем Поздравлять Отстойный Матч Никакого Удовлетворения Я от него Не испытал Ну вот Опыт Лег Откровенно Погано По травмам Было Кстати Довольно Ровненько При том Что Пробоя У меня Было В полтора Раза Больше Тоскливый Матч Тоскливый Ну да 1260 Вот Вот будет Веселье В следующем Матче Ну Две Грязных Пятки И в следующем Матч Мы играем Без единственного Горда Еще и Без мумии Я честно И мы Не прокачали Игрока Потому что Оппонент Нашел Двоечку На последний Ход И как бы Не дал нам Сделать 3-0 Грустный Матч Матч Матч